Метеовышка ни при чем. Причиной крушения Ан-24 мог стать теракт. Сегодня об этом заявили в прокуратуре. Также выяснилось, что на борту рухнувшего самолета были незарегистрированы пассажиры. О новых подробностях авиакатастрофы в Донецке Виктория Чистюхина. Теракт. Такова одна из версий крушения самолета в Донецке. Повод проверить ее возник, когда выяснилось, что на борту Анна были так называемые зайцы. Мы должны все версии проверять, в том числе и эту версию. Потому что у нас есть данные, что некоторые пассажиры не были зарегистрированы. По нашим данным три пассажира. Среди версий крушения также ошибка пилота, иноземных служб, техническая неисправность и плохие метеоусловия. Последнюю уже опровергли на официальном сайте Донецкого аэропорта. Текущие метеоусловия позволяли воздушному судну совершить безопасную посадку. В расчетное время посадки в 18 часов 9 минут от экипажа не последовало сеанса радиосвязи. Так ли это правоохранители выяснят во время допроса диспетчера. Однако прежде хотят сами детально изучить ситуацию. Вопросы для того, чтобы задавать диспетчерам, то нам надо самим сначала ознакомиться с всей документацией, для того, чтобы профессионально работать с ними. Версию о том, что причиной катастрофы стала задетая крылом самолета метеовышка, прокуратура сегодня отрицает. Первое касание самолета левым крылом было за вот этой метеовышкой. Там флюгер стоит. Стоит флюгер. И флюгер немножко просто-напросто погнуло, зацепило. Причиной того, что самолет пошел предварительно... В каком состоянии самолет вылетел из Одессы, установит следствие. Сертификат на совершение полетов у Анна истекал уже в апреле. Это означает, что он имеет право летать до этого времени. Предусмотрено параметры продления срока эксплуатации. На сегодняшний день этот срок заканчивается 5 апреля. Судмедэксперты установили, алкоголя в крови экипажа не обнаружено, а пятеро погибших скончались от полученных травм. Их тела уже доставили в Одессу. Дату похорон власти не разглашают. Все будет зависеть от воли родственников погибших. Мы с нашей стороны, со стороны городского совета, сделаем все необходимое для того, чтобы оказать им помощь в этом вопросе. В больницах Донецка еще остаются 8 пострадавших. Трое из них – члены экипажа. Прокуратуре уверены, виновных в крушении самолета обязательно найдут. Виктория Чистюхина, Игорь Монастырев, телеканал Донбасс.